Добрый день, дорогие друзья! Саша Айкей из Тверская, и мы сегодня продолжаем добрую традицию снимать видео про новые аксессуары Xiaomi. У нас появился аккумулятор на 20 тысяч матч, и новая колонка компании, она подключается по bluetooth, сейчас мы посмотрим как она устроена, послушаем, сделаем все как полагается. Xiaomi я называю китайским Apple. Xiaomi, во избежание обсуждения в комментариях, лучше давай сразу говорите Xiaomi. Очень хороший бренд, очень качественный, брак единственное где был это в камерах, которые AI, аналог GoPro за 7000 брака было 95 процентов, все приносили, но аккумуляторы признаны лучшими, дополнительные, потому что там стоит батарейка Samsung, там стоит отличная микросхема, стоит предохранитель. Вот, колонки, помнишь, мы снимали обзор? Да, маленькое хорошее было. Маленькое хорошее, звучало хорошо, и сейчас мы поговорим про новую колонку в новом корпусе кругом. Мне, кстати, не очень нравится такой форм-фактор колонок, ну как-то уже изжитый формат. Ты думаешь? Да, потому что мы с тобой снимали про круглые колонки пять лет назад, ну четыре года назад. На таганке от монстра снимали, еще держим пять секунд, загорается два индикатора. Они там вот такие, как кобруч, получается, на нижней части смотрятся прикольно, когда она стоит в темноте. Полицейский цвета. Ну, просто цвета, скажем так. Что, давай подключим? Подключайся. Включай горько, потому что Гайгорек может нам выдать настоящее качество. Ищу, ищу с помощью смартфона. Я скажу про комплектацию, вот, да. Помните обзор колонки монстр? Так. Вот влагозащитный. В каком-то слофане там было, и вот как здесь проводочек лежит. Заметь, да, это китайская колонка, китайский бренд. Подключено. Она стоит в два раза дешевле, или даже в три. Но смотри, как здесь относятся к молочам, и как там. Тебе надо немножко увеличить громкость там, на колонке. Там есть кнопки плюс-минус. Заметь, что плюс-минус вот эти кнопки, они являются новыми ножками, на которых колонка стоит. Очень плохо горят они. Ну, качество звука, прямо сказать, вызывает, конечно, вопросы. С другой стороны, она и стоит. Давай нормальный. Тут Игорек, Игорек, что на JBL играть хорошо, что на Скафе Экспрессо колонки. Это же Игорек включил, Игорька. Плохо играет Игорек здесь. Давай послушаем не Игорька, а что-нибудь иное. Я проще скажу, эта колонка должна стоить мне дороже тысячи рублей. Потому что на Скафе Экспрессо ее аналог стоит тысячи рублей. Играет так же. Мне такая колонка больше нравилась. Скафе Экспрессо? Нет, сяоми. Помнишь, мы тестировали маленькую такую? Натая стоит 6 тысяч. А, это сколько стоит? В общем, это такой вариант. Посидеть с пацанами около подъезда на лавке, послушать знакомые всякие треки. А ты на максимум поставил? Это максимум, да. Точно? Да. Посидеть с пацанами на скамейке, погрызть семечки. Ну, в общем, да, как положено. Просто все там сделать. Давай нормально что-нибудь. А, Бо, да, есть ли? Есть ли? Да. Ну, а вы более-менее играете с этим? Я тебе так скажу. Там стоит один динамик, наверное, на 2 ватта. Может быть, даже на 1. И поэтому колонка изо всех сил старается показать нам свою прыть, но показать ничего не может. В общем, колонке цена не дороже тысячи, полторы тысячи рублей. Ну, наверное, где-то так. А больше она не тянет. По качеству, звуку и по дизайну. Давай мы его берем и не будем больше издеваться. А из чего корпус из пластика, да, по-моему? Корпус полностью из пластика. Хорошо. Давай посмотрим. Вот аккумулятор на 20 тысяч матч – это полезная вещь. Это можно, как минимум, там, пару раз iPhone зарядить. Поэтому давай посмотрим, какие там есть порты и так далее и тому подобное. Прежде всего хочу сказать про дизайн. Так. Да, это не просто глянец. Фактурный пластик. Вот. Причем передняя и задняя часть они сделаны из маленьких точек. Его очень приятно держать в руках. Он не пачкается. Вот чем мне нравится четкий белый глянец аккумулятор – то, что он слишком оставляет следы на себе. Опечатков пальцев полно. Его постоянно приходится протирать. Вот у меня был алюминиевый аккумулятор Xiaomi. Я его носил все время в кармане. У меня он за два дня, за три убился полностью. Не, ну, он царапил их и так далее и тому подобное, да. То есть здесь можно покой носить в кармане и не переживать, потому что это пластик тяжело поцарапать. Ну, в кармане ты ее вот особо не возьмешь. Он тяжелый и большой. Ну, он, кстати, легкий. То есть его приятно держать. Он не такой тяжелый по весу, как кажется изначально. Здесь только царапаются передние вот эти вот боковины. Давай посмотрим. Там спереди два USB порта, чтобы заряжаться раз-два устройства. Два порта. Вот емкость аккумулятора 20000 матч написано. Значит, что еще у нас здесь есть? Микро-USB для зарядки на фронтальной части. Каждый порт по 2 ампера. Угу. Вот. Собственно, все. Ну, в общем, сделано и собрано неплохо. Стоит порядка трех с лишним тысяч рублей. Ну да, это хороший сон для такой емкости. Для поездки оптимальный вариант. Хочу заметить, что аналоги, например, от Moffy будут стоить... Индикаторы. В три раза дороже. Да, световые индикаторы тут тоже есть. Аккумулятор Xiaomi на 20000 матч появился, в общем-то, в продаже не так давно. Можете видеть там логотип компании. В общем-то, рассказать про него особо и нечего. Просто хорошие вещи и хотим, чтобы вы знали, что она есть. Даже с айфоном... Компани LG. Да? Здесь они прям подписывают. Либо Samsung, либо LG. А там какой-нибудь проводок в комплекте есть? Да, microUSB для зарядки аккумулятора. Ну, отлично. Каждый аккумулятор комплектует с такой белой упаковочкой невзрачной. Это ты прав, да. Белая упаковка из картона, но тем не менее она получше будет, чем даже у некоторых именитых производителей. Которые в пакетике все фасуют. Ну да. Вот такой вот обзор. Колонку не берите, аккумулятор... Берите смело. И так расходится, ну ура. Ну и хорошо. Саш, спасибо тебе большое. В следующий раз расскажем про какие-нибудь новые вещи Xiaomi. Может быть даже добудем телевизор для обзора. Спасибо вам большое. Пока.